Как видят мир либералы? Следует понимать, что либералы, в отличие от людей с какими-то другими убеждениями, живут в своем таком очень особенном мировоззрении. То есть их картина мира с какими-то другими картинами мира пересекается очень слабо. И с реальностью тоже часто пересекается очень слабо. То есть как это работает? Как видят мир и себя в этом мире либералы? Они видят себя в нем следующим образом. Наиболее правильная аналогия тут будет... Секундочку. Да, наиболее правильная аналогия тут будет. Это подросток, который стремится освободиться от своей детской зависимости от родителей. И поэтому он считает своих родителей своими врагами. В роли родителей у либерала выступает государство или даже общество в целом. То есть либерал видит мир так. Он такой хороший, прекрасный. Собирается заниматься такими хорошими, прекрасными вещами. А государство, либо общество ему всячески мешают. И если такое государство или общество по возможности убрать, его жизнь и жизнь любого человека в мире станет распрекрасной. Соответственно, все, что как-то ассоциируется с обществом или государством, для либерала есть зло. То есть мораль, законы, патриотизм, идеология, пропаганда, религия. Вообще любая сколь-либо коллективная деятельность для либерала является как минимум подозрительной. Соответственно, основной ценностью для либерала являются материальные ценности. Почему? Потому что только такие ценности не зависят от общественного мнения. То есть хороший ты или плохой, моральная оценка, это как оценивать тебя общество. А общество в понимании либерала это зло. Поэтому он всех оценивает по его материальному успеху. То есть чем богаче человек, тем он лучше. И как следствие из этого, чем богаче какое-то государство, тем оно лучше. Соответственно, самые богатые государства в мире это добрые, хорошие, умные государства. А самые бедные государства в мире это плохие, злые, вражедевные государства. Соответственно, он считает, что если самое богатое государство что-нибудь говорит, значит его надо слушаться. Потому что оно богатое, а значит умное. Плохого не посоветуют. Поэтому, собственно, там Америка, Европа, Япония, то есть государства наиболее богатые. Для либерала есть по умолчанию мерило добра. И он заранее уверен, что все, что эти государства делают, это хорошо. А все, что делают другие государства, это плохо. Вот такой базис. Такое базовое мировоззрение. А все остальное просто из него следует. И если мы хотим переубеждать либералов, мы должны, собственно, работать именно с основами этого мировоззрения. То есть доказывать, что вот такой индивидуализм, доведенный до абсурда, он ошибочно не работает в этой мере. Что общество это не враг личности, а просто другие личности, которые вместе сотрудничают. И так далее, и тому подобное. То есть, собственно, вот именно поэтому, когда, допустим, сталкиваются интересы государства и бизнеса, а бизнес это богатые люди, то есть самые хорошие люди с точки зрения либерала. То есть, когда вот сталкиваются их интересы, либерал всегда будет на стороне бизнеса. Он не будет разбираться в деталях дела. Если государство в чем-то обвинило бизнес, то государство тут не право, а бизнес прав. Вот и все. То есть, логики, конечно, примитивные. И тут есть логические противоречия. Но следует понимать, что поскольку логика либерала подростковая, то она по умолчанию не слишком разумная, и на логические противоречия либерал внимания не обращает, сколько бы ему ни было лет. И тут еще такой момент. Из такой идеологии следует инфантилизм. Либералов почему? Потому что они всегда в положении атакуемых. То есть, они вот одиночки, на которых все время атакует общество. То есть, они в одиночестве, каждый из них в одиночестве. Ведь объединяться нельзя. Объединиться значит общество, а общество это плохо. И вот их одиночек всегда атакует общество, которое всегда сильнее, потому что его больше. Поэтому либералы всегда вот в истерике находятся, потому что постоянно им кажется, что они в опасности. Ведь общество существует, государство существует. Общество и государство это плохо, значит все всегда плохо. Вот. Далее. Что либералы хотели бы сделать со своими идеологическими противниками, то есть, с большинством населения. Они считают, что эти идеологические противники, они глупые. Поэтому их надо силовыми методами научить тому, что либерализм лучше. Для этого надо убрать всю социалку, убрать по возможности большую часть государственных институтов, убрать пенсии, бесплатное образование, бесплатную медицину, ну, вообще, убрать все бесплатное и бюджетное, налоги минимизировать, в общем, предоставить всех людей максимально самим себе. И вот тогда-то они поймут, какое это счастье, когда государство не делает ничего. Надо сказать, что тут они все-таки отличаются от анархистов классических, вроде какого-нибудь Батьки Махну. Почему? Потому что анархисты такие, они больше коммунистические, то есть, они считают, что государство... Не просто государство-то плохо. Вообще, любые объединения формальные, это плохо. А если никаких формальных объединений не будет, ни государственных, ни частных, люди самостоятельно, дорог за руком договорятся. Как-то так. Либералы же против государственной собственности, но за частную собственность, поскольку она позволяет людям богатеть, то есть, увеличивать свои материальные ценности, которые для либералов есть единственно возможные ценности. Далее. Если вы хотите более детально понять, как думают либералы, рекомендую прочесть их самих. Точнее, те, кто у них, можно сказать, наибольшие идеологи, наибольшие радикалы. Прежде всего, есть такой писатель Александр Никонов. Почитайте его книги, прежде всего, «Свобода от равенства и братства». Он там, в общем-то, абсолютно прямым текстом излагает, как думают либералы. И даже некоторые моменты там им кажутся... Точнее, там, в общем-то, разумные и разумные. Только они разумные в каких-то частных случаях, а не в качестве глобальной идеологии. Еще, как ни странно, рекомендую почитать покойную уже Валерию Новодворскую, просто его высказывание. Потому что она радикальная, самая радикальная из наших либералов, и поэтому она говорит то, что все остальные либералы наши тоже думают, но боятся сказать слух. То есть, вроде она говорит, «Вот Америка разбомбила Японию, потом Япония стала богатой». Значит, она стала богатой, потому что Америка ее разбомбила. Поэтому Америке стоит разбомбить Россию, Китай, арабов ядерным оружием, и тогда они все тоже станут богатыми. То есть, это выглядит как полный идиотизм, но либералы действительно более-менее так думают. Вот. Соответственно. А если вы хотите, наоборот, понять, как опровергать либералов, то почитайте сайта «Руксперт», уважаемого Фрица Моргена, уже Олега Макаренко. Там есть статьи «Либеральные мифы» и «Либеральная демагогия». Я сам туда написал много пунктов. Там подробно разобраны более конкретные либеральные заблуждения. Еще хочу одно заблуждение под конец добавить, оно очень показательное. Либералы верят, что богатство и бедность заразительны. То есть, если во всем слушаться богатых, сам станешь богатым. Если во всем слушаться бедных, сам станешь бедным. Более того, иногда это верно, да, согласен. Как минимум, часть богатых, которые заработала деньги более-менее честным путем, они действительно лучше бедных знают, как быть богатыми. Но иногда даже готовы поделиться этим. Иногда. Но в большой политике это не работает, поскольку ни одна богатая страна не будет учить другие страны быть богатыми. Потому что, зачем им платить конкурентов? Ой, забыл. Вот это очень важный момент, конкуренция. Конкуренция для либерала есть святое дело. Потому что они там в том числе верят в такой радикальный капитализм, а он предполагает конкуренцию. То есть, они считают, если друг с другом люди будут максимально конкурировать, и никто им не будет помогать, и никак они не будут объединяться вместо того, чтобы конкурировать, так будет лучше для всех. Но каждый конкурент стремится максимально победить и максимально окончательно победить всех остальных конкурентов. А какой способ победить всех остальных конкурентов, гарантированный навсегда? Физически их убить. То есть, любая конкуренция, ничем не ограниченная, которую либералы обожают, ведет к войне каждого с каждым. Пока, как в фильме Горец, не останется только один, который физически не убьет всех остальных. То есть, конкуренция неизбежно ведет к убийствам и к войне. Собственно, практически все войны это результат банальной такой капиталистической конкуренции между государствами. Соответственно, вот зная такие базовые взгляды либералов и научившись указывать, насколько эти взгляды не соответствуют действительности и насколько действительно сложнее взглядов либералов, а их один из главных недостатков, в том, что они примитивны. Они учитывают несколько закономерностей, а то, что в мире еще миллион закономерностей, которые влияют на события намного сильнее, чем эти, часто либералы игнорируют. Так вот, зная об этом, можно потихоньку либералов переубеждать, например, послав им ссылку на это видео, чтобы они увидели, так сказать, себя в зеркале и поняли, что со стороны их убеждения звучат, как какой-то абсолютный идиотизм. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!